Вы знаете, очень невзрачная новость, но мне кажется, что она очень важная. Дело в том, что на минувших выходных во Флоренции итальянской собрались ультраправые партии Европейского Союза. И вот, значит, они обсуждали, как в дальнейшем выстраивать политику ЕС. Почему это важно? Потому что они выступают в частности за, цитирую, ужесточение иммиграционной политики, что очень важно, сокращение помощи Украине и сворачивание экологических ограничений. И я так посмотрел, там, конечно, присутствовали из Германии, из Австрии, из Нидерландов. Мы знаем о том, что партия Свободы победила в Нидерландах. И мы знаем отношение лидеров этой партии к Украине и их отношению к помощи нашей стране. Я хотел бы у вас спросить в начале нашей беседы, а насколько слышны вот эти голоса ультраправых сейчас в Европе? И насколько все это сейчас несет угрозу? Ну, конечно, все это неприятно, активность ультраправых неприятна. Мы тем более знаем, насколько тесно связаны большинство партий ультраправых с путинским Кремлем, с российскими спецслужбами. Куча была скандалов и по поводу Марии Липен во Франции, и по поводу альтернативы Фюрдочных в Германии. Вот они там все были, да. Да, и по поводу Лики Севера с Альвинией в Италии. Сейчас она, правда, переименовалась. Вот, то есть еще куча всяких там мелких скандалов. Там Греция была, там Золотая Заря, Польша какие-то ультраправые группировки. Все они находились в тех или иных связях с кремлевскими агентами, и, знаете, с разного рода агентами. Здесь существуют такие, знаете ли, тихушники, да, которые просто деньги таскают. Например, поймали, ну точно не то, что поймали, разоблачили такого в Германии, просто не поймали, потому что ничего не сделали. Жив здоров, невредим, освободен. Ники Сергеенко, писатель в кавычках, он привозил деньги депутатам альтернативы Фюрдочным в Бундестаге из России непосредственно нам, чтобы они инициировали судебный иск против правительства за поставки танков в Украину. Вот, это такие вот откровенные тихушники, которые занимаются просто под кубом. А еще такие идеологи, да, вот, например, Дугин мутит с ультраправыми, значит, Якунин долгое время тоже этим занимался, сейчас он, правда, по-моему, не в чести в Кремле. Ну и Малафеев, вот этот, ну, известный православный олигарх, очень много глаз делавший непосредственно Украине еще с 2015 года и даже раньше. Фактически наниматель Стрелкова. Вот, и я оплачивал его авантюры. Вот эти люди тоже мутят с ультраправыми, откровенно с европейским ультраправым. Как я уже сказал, все это, конечно, ужасно неприятно, и, безусловно, Крик Кремль ставит на это. Но я все-таки практически уверен, что им не удастся ни ультраправым, ни кремлевским патронам, не удастся как-то сильно повлиять на политику европейских стран и Евросоюза. Все-таки у ультраправого голосует меньшинство. Это все-таки маргинальная среда. Есть вот в той же Германии альтернатива für Deutschland, вот эта, Айф Дет, печально знаменитая, она изолирована, никто с ними иметь дело не хочет. Их избирателей у них немало. Сейчас у них рейтинг около 22%. Но они, с одной стороны, не могут победить на выборах, получить как бы большинство на выборах. И, с другой стороны, они не могут участвовать в коалициях, потому что коалиции с ними вступать никто не хочет. И я думаю, так как, кстати, я абсолютно не то что не убежден, я думаю, что, скорее всего, в Нидерландах ультраправам все-таки не удастся сформировать правительство. Опять-таки, исходя из этого же, что я не знаю, кто с ними пойдет в коалицию. Значит, безусловно, они набрали больше других партий, но другие партии набрали в сумме больше, чем они. Значит, поэтому я все-таки предполагаю, что какой-то непосредственной угрозы нет. Да, это неприятно, так Кремль будет все время активизировать эту линию, да, это крыло политического спектра. Но можно здесь не сильно напрягаться. Я думаю, что им ничего не удастся сделать. И вся практика последних лет показывает, что шума от них много, но реально влиять на политику своих стран они не могут. Я бы сравнил это с коммунистическим движением в Европе, которое было во время СССР. Почти та же ситуация. Крупные популярные коммунистические партии во многих странах, например, в Италии была крупнейшая коммунистическая партия, во Франции. В Италии, кстати, они получали относительно большинство, много раз. Значит, поддержка Кремля им, безусловная, но изоляция. Другие партии не хотят сходить с ними в коалиции. Да, были примеры, когда французские социалисты взяли французских коммунистов в коалицию. Это во времена Миттерана было, например. Но опять-таки, да если им дали какие-то вторичные посты на политику Франции, они не повлияли. Именно в силу того, что это все-таки довольно большая, но маргинальная часть общества и их избирателей. Большая часть. Вот некий минстрим, некий стеблишмент, некое моральное большинство, оно было тогда против коммунистов, а сейчас оно против крайней правой. Игорь, скажите, пожалуйста, если вот таким образом не удастся достичь всех своих политических задач, задач в политической плоскости, если Кремль все это подпитывает, финансирует и, собственно, стоит за этим, так или иначе, тогда что? Получается, что мир, и это уже, ну, не мои там какие-то догадки, знаете, погружаются в пучину войн, или, по крайней мере, все это, все события происходящего, об этом свидетельствует. Вот в Украине война, Ближний Восток, президент Украины, вы помните, заявлял о том, что у России есть планы на Балканы, и сейчас то, что произошло в Венес-Венесуэле, я сейчас про референдум говорю, да, который фактически, ну, легализовал аннексию сопредельного государства. Мадуро, старый друг Путина. Ну, можно ярлыки бесконечно весть, там, весть кому-то, но все к этому ведет, или я ошибаюсь, потому что вот в этом регионе тоже, например, война может вспыхнуть. Ну, не просто же так проголосовали за это, да, что-то, то есть как за этим референдумом что-то стоит, и дальше должно быть какое-то движение. Понятное дело, что, возможно, мы можем это связывать с тем, что скоро выборы президентские, Мадуро нужно что-то показывать, отвлекать внимание от внутренних проблем, но война и здесь тоже возможна, как вы думаете? Знаете, я люблю об этом говорить, потому что многие не учитывают. В истории огромное значение имеет случайность, да, теоретически возможно все, речь может уйти только шансов, да. Если бы в свое время разгерцога Фердинанда не подстрелили в Сараево, не факт, что, скажем так, точно Первая мировая война не началась непосредственно в то время, да, и совершенно не факт, что она началась бы вообще. То есть случайность играет, конечно, большую роль. Да, или наоборот, если бы условно сработал планы немецкого или баварского столяра, который пытался взорвать Гитлера, да, торжественное заседание, посвященное годовщине Мюнхенского путча, там совсем просто Гитлер позже пришел. Тоже бы огромное, ну, все бы изменилось. Так что все, вы знаете, зависит от множества, случайность и течения обстоятельств. Конечно, к сожалению, вероятность обострения и скатывания вообще мира, какой-то катастрофы, она есть. По крайней мере, пока есть Путин, эта вероятность есть, она не нулевая. Но с моей точки зрения, это абсолютно не очевидная, тем более не единственная и не доминирующая даже версия развития, дальнейшего развития ситуации. То есть, безусловно, вероятность такая есть, но она, с моей точки зрения, не доминирует. Я все-таки надеюсь и считаю, что больше шансов на то, что ситуация в... Все-таки мы живем в 21 веке, а не в 19-м. То есть ситуация вот эта... И вот эти войны все, это скорее некое архаическое, археистическое явление. Это не мейнстримное явление, не явление, которое свойственно нашей эпохе. Поэтому я надеюсь, что все-таки вот эта ситуация, связанная во многом с путинским режимом, не только, кстати, агрессия против Украины, но и вот этот набег чудовищной по своей жестокости хамасовцев на Израиль, я тоже думаю, что там уши Путина тоже маячат. И в решении Венесуэлы, я думаю, тоже уши Путина маячат, потому что Путин сейчас будет везде ситуацию раскачивать именно, потому что чтобы в этой создать Западу множество проблем, чтобы Украина перестала быть приоритетной, чтобы как-то Запад постепенно переключил свое внимание на другие проблемы. А понятно, что Мадуро абсолютный ставленник, вассал Путина. Ну, Хамас там может быть не абсолютный, но он через Иран тоже фактически является полу-вассалом Кремля. Так что, да, так что это все, зла и воли Путина здесь, конечно, есть, но я думаю, что ему не удастся. Столкнуть мир в большую глобальную войну, в какую-то катастрофу. Все-таки, я думаю, в ближайшие годы ситуация-то постепенно нормализуется, и мир опять будет, как это было десятилетиями. Мы же помним, вот наше поколение, мое поколение, по крайней мере, оно, в общем-то, жило довольно мирно в мире. После Второго мировой войны каких-то глобальных войн, по крайней мере, в Европе не было. И люди, что называется, ну и на Западе, да и части на Востоке, уже не ожидали вообще, что такое возможно. Я считаю, что вот эта флуктуация историческая, которая сейчас произошла из-за путинского режима, из-за агрессии против Украины и сопутствующих других военных конфликтов, а эта флуктуация все-таки выровняется, и мы опять вернемся к устойчивому развитию. И, кстати, все эти годы, десятилетия, шла и демократизация тоже по всему миру, начиная от Латинской Америки, заканчивая Восточной Европой, и что все эти тенденции вновь возобновятся. Я тоже вот хочу верить во что-то лучшее, но с другой стороны, прислушиваясь, например, голосам немецких генералов, которые уже прямую говорят о том, что фактически неизбежен конфликт НАТО и России, и тут же польские, например, они тоже ровно об этом же говорят. Только не пять лет, как утверждают наши коллеги из Германии, а три года нам нужно быть к этим событиям готовыми, нам нужно каким-то образом удваивать финансирование, нам нужно ставить ВПК и так далее и тому подобное. А сейчас ничего такого не происходит. Ну, по крайней мере, я так понимаю, в той мере, на которую рассчитывают люди военные. Так вот, конфликт России и НАТО неизбежен? Нет, только что я говорил именно об этом, что он неизбежен, что глобальная катастрофа, шансы, потому что конфликт России и НАТО — это глобальная катастрофа, потому что ядерное оружие есть в любой странах, и в этом случае, скорее всего, оно будет применено. Вот. Но я только что сказал о том, что шансы, вероятность такого развития событий, конечно, есть, но она не доминирующая, вероятность. Это первое. Второе. Все-таки немецкие генералы не говорят, что конфликт неизбежен, что война неизбежна большая. Они говорят, что она не исключена, что такая вероятность есть. То есть примерно говорят то, что и есть. Но генералам как бы свойственно, и даже нельзя их за это осуждать, это нормальная профессиональная деятельность, постоянно декларировать необходимость усиливать оборонные действия, связанные с возможными угрозами войны. Поэтому генералы предупреждают о возможности войны, чтобы подтолкнуть свои правительства, больше внимания уделять обороне. В Германии это очень сильно относится, потому что буквально десятилетиями Германия, вот с момента закончения холодной войны, первой холодной войны, то есть в конце 80-х Германия начала всё меньше и меньше уделять внимания своей обороне, своей армии. А во времена Шрёдера и Меркель фактически вообще армия стала просто золушкой бюджета, золушкой. То есть я общался тут ещё до 22-го года с немецкими журналистами, которые понимали угрозу, которая исходит от путьской России, Германии. Они все просто в ужасе. Они говорили, что армия просто в загоне, она не просто недееспособна, большей частью. Значит, генералитет деморализован. Солдаты берут... Что сейчас нет в своей общей войской поведности в Германии, что там чёрные-то кого, в том числе и русскоязычных, которые абсолютно путиноиды, вот и в таком духе. Но всё-таки ситуация переломилась. После 24 февраля, в том числе и с финансированием, были выделены же, это же известно, 100 миллиардов евро сразу же после начала широкомасштабной фазы агрессии России против в Украине. Значит, сразу же выделят 100 миллиардов евро, это очень большие деньги. Значит, и будут продолжать выделять деньги. И ситуация переломилась. Может, это не так слишком быстро идёт, как нам бы хотелось бы. В Германии вообще ничего быстро не идёт. Считается, что... Как вот в России считается, что это хорошо, да, что быстро там что-то такое сделали. А в Германии считается, что если работа сделана быстро, это может свидетельствовать прежде всего о том, что она сделана некачественно. Или, значит, не слишком было продумано в таком духе. Это вот. Так что я думаю, что это будет довольно медленный процесс, но процесс этот идёт, как говорил Михаил Сергеевич Горбачёв. Процесс идёт. Процесс пошёл. Процесс пошёл. Игорь, насколько будет видна динамика и прогресс в вопросе голосования за предоставление финансирования Украине и Израилю в Конгрессе, сегодня вокруг этого тоже немало новостей. Мы знаем, что там десант буквально из Украины присутствует сейчас в Штатах. Зеленский, как сообщается, будет в рамках какого-то секретного видеоформата, видеобрифинга, что ли, общаться с конгрессменами, пытаться их убедить в том, почему это необходимо. Но также мы знаем позицию лидера республиканцев в Конгрессе, спикера, палаты представителей, который сказал о том, что, и по сути это ультиматум был Белому дому, что давайте мы разберёмся с внутренними проблемами, нам нужны деньги, средства финансирования на решение этих внутренних проблем, и только тогда будем приходить к другому. И вот здесь, да, я понимаю, это Америка, это их деньги, им нужно решать свои проблемы. Но с другой стороны, вот знаете, как заявили в Пентагоне, осталось вот совсем чуть-чуть, то есть там 98,5% уже использовано средств, и если к Новому году не решить этот вопрос, тогда всё будет, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Решат вопрос, как думаете? Смотрите, во-первых, там всё-таки немножко другая ситуация. Это, ну, демагогия со стороны республиканцев просто совершенно наглая, что давайте мы внутренние проблемы решим, не надо ввестись на эту демагогию наглую. Они пытаются, понимаете, Украина здесь становится заложником торговли совершенно грязной, гнусной, со стороны республиканцев с демократами. Они пытаются шантажировать демократов, чтобы получить деньги под свои такие, ну, скажем так, мягко говоря, воспринимаемые неоднозначно в либеральной части американского общества проекты, например, на борьбу с эмиграцией, да, в США. Они пытаются увязать, знаете, как в Советском Союзе было, значит, в довесок, покупаешь дефицитный товар, а тебе в довесок заставляют купить ещё какой-то кусок какого-то, я прошу прощения, гуана. Так вот, значит, они пытаются увязать, продать свои голоса за помощь Украины, чтобы демократы, соответственно, поддержали их законопроекты, тоже не хочу выражаться, но довольно сомнительные, мягко говоря, значит, по поводу миграции и так далее. Значит, то есть, понимаете, они не против того, чтобы Украине помогать и не собирается сдвигать, и не за то, что принципиально это сдвигать куда-то, потому что, мол, нужно внутренние проблемы решать, а это не так важно. Нет, это просто такая грязная, грязный политический торг. Значит, чем он закончится, я не знаю, откровенно говоря, но всё-таки надеюсь на то, что в республиканской партии найдутся люди, а не так много нужно вообще. Там же в Палате представителей большинство у республиканцев мизерное, буквально там несколько человек нужно на адекватных. Я всё-таки надеюсь, то есть то, что такие люди там есть 100%, но что эти адекватные люди всё-таки выйдут из подчинения у своих протрампистской вот этой группировки, которые там пытаются им навязывать, фактически успешно, как ни странно, пытаются остальным им навязывать, республиканцев, навязывать свою волю, а в Палате представителей всё-таки вопрос будет решён. Да, все мы на это надеемся. Сейчас вот, к сожалению, пока видите, какие перспективы не очень хорошие. Но будем следить, конечно, за развитием ситуации. Я хотел бы вас ещё вот о чём спросить. Дело в том, что с течением времени и чем ближе вот эти так называемые выборы в России, тем более активным сейчас становится Путин, он делает разные заявления, резонансные заявления, абсурдные, иногда смешные, но он ещё неактивен. И более того, Ушаков, значит, заявляет о том, что Путин с визитом посетит Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. И вот совсем скоро у него встреча ещё с лидерами Ирана планируется. Это всё для чего? Для того, чтобы показать, что он не изолирован или в этом на самом деле есть стратегический замысел и другие цели, которые он преследует. Ну вот там с Ираном одна история, которая касается поставок шахетов, условно, в странах Персидского залива, это то, что касается их влияния на Палестино-Израильский конфликт, на конфликт Хамаса и Израиля. Или как это всё работает? Расскажите, пожалуйста. Нет, это чистый предвыборный пиар, чистый предвыборный. Вот как вот и признание экстремистской организации ЛКБТ, ну как бы это разные вещи, но это абсолютно уже такая предвыборная кампания путинская идёт. Тут ведь какой момент? Значит, бросается в глаза людям, ну может быть, быдлоплепцы это не очень отслеживают, но представителям там элит разных, правящих верхушек, бросается в глаза, что Путин является президентом России, собирается и опять пролонгировать свои полномочия. Президент России, он и одна из его конституционных обязанностей представлять страну на международной арене, а если уж говорить грубо, то представлять интересы правящей верхушки российской на международной арене. А он этого делать не может, потому что он везде персонал Лангкрата, поэтому он выжится и пытается продемонстрировать хотя бы в тех странах, где нет угрозы, что его сдадут ГАГу и где его или убьют просто, или где его принимают, он туда, хотя бы туда пытается приехать. Ну вот в Китае вот он съездил, да, в Казахстан, а дальше какие еще могут быть страны? В Турцию он ездить боится, потому что в Турцию убили несколько лет назад российского посла, причем так в совершенно грубой циничной форме, никаких сомнений нет, что за этим турецкие власти стояли, это было месть, связанное с тогдашним конфликтом между Россией и Турцией в Сирии, да, зубитые самолеты, помните? Значит, и он туда и боится ездить уже, то есть он охотно принимает Эрдогана в России, но тут и в Турции боится ездить. Значит, Саудовская Аравия, Эмираты, ну, как бы страны, во-первых, достаточно политически стабильные, значит, там нету такого коварного и, в общем-то, непредсказуемого диктатора, как Эрдогана ни в той, ни в другой стране. Там такие люди довольно, скажем, ориентированные, коммерчески очень ориентированные, у которых хороший бизнес с Россией давно. Поэтому он, видимо, выбрал эти страны как, значит, наименее опасные для себя. Запрет ЛГБТ, что это было? Опять-таки тоже абсолютно точный предвыборный, 100% это предвыборный ход. Значит, сейчас выстраивается предвыборная кампания Путина. Понятно, что ему в любом случае то, что нужно любое количество необходимых голосов нарисует, но Путину и его, естественно, людям, которые за него в администрации президента Киренко, который сейчас организует эту кампанию, нужно, чтобы этот фарс, да, чтобы он прошёл, что называется, при полном аншлаге и главного актёра вызывали на бис там 10 раз, чтобы всё, чтобы был успех. Вот. И поэтому они хотят, да, и поэтому нужно как-то выстроить кампанию. А дальше, смотрите, вот у меня есть опыт работы в российских предвыборных компаниях многолетних, да, как вы, кстати, не только в России, в других странах тоже. Значит, как делается компания? Ну, помимо какого-то имиджевого позиционирования, программного позиционирования, необходимо ещё и конкурентный позиционирование. Нужно объяснить людям, почему и зачем вообще этот, против кого дружим, против кого дружим. Вот нужно найти, против кого дружить. Это очень сильно объединяет электорат, мотивирует его, кстати, голосовать. Когда мы находим кого-то нехорошего, против кого мы должны все объединяться и дружить. В общем, они нашли бедных ЛГБТшников и решили их, в общем-то, который, конечно, естественно, никакой угрозы никому не представляют, а просто люди живут своей жизнью и самовыражаются как могут. Но их, используя такие антигомофобные, скажем, настроения, которые традиционно в России очень сильны, их выбрали на роль врагов, народа, против которых надо объединяться, против которых нужно, что называется, сплотимся все вокруг трона Путина, сохраним свою, значит, невинность, а то ужасные ЛГБТ, а уже если бы не Путин, то все были бы анально изнасилованы страшными ЛГБТшниками. Ну что-то вот в этом духе кириенковская кампания будет по выборам Путина, будет, видимо, проходить. Уже начинаются все эти рейды на гей-клубы и прочее-прочее. А бывают ли такие числа людей, скажем так, не слишком, мягко говоря, не слишком образованных, и не слишком современных, тем более голосует основной избиратель, человек старшего возраста, они, конечно, будут потирать руки и говорить «Так, так, вперед, Путин молодец, давайте там!» и в таком духе. Ну вот на все это, только на это и рассчитано. Так, я думаю, лично Путин, ЛГБТ и его всякодлак ЛГБТ никаких претензий особых не имеет. Какой-то Карацовский прекрасно существует в этой системе и даже старается продемонстрировать свою лютость такую, что он не просто в нашей системе, но он еще и лютый. И ничего его никто не трогает. Так что это чистый предвыборный пиар. Плохо, что от этого пострадают конкретные реальные люди. Я уже знаю, что многие ЛГБТ-активисты срочно пакуют чемоданы и бегут из России, потому что они могут попасть под раздачу, да, и реально просто их могут принести в жертву вот этой предвыборной кампании Путина. Да, безусловно, я с вами согласен, но я не понимаю, как это выглядит, когда с одной стороны вся Россия знает, что там половина Госдумы, ну скажем так, с нетрадиционными семейными ценностями, как любит Путин говорить, там половина кто-то еще на телевидении работает, в шоу-бизнесе, в высших эшелонах власти российской. И тут выходит Путин на следующий день после того, как утвердили этот иск Министерства юстиции Российской Федерации, суд, Верховный суд по ЛГБТ и говорит о том, что одна семья должна быть, мы все помним наши традиции российские, о том, что много детей должно присутствовать в семье, о том, что единая семья крепкая, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Вот как это выглядит для людей, которые смотрят на одну реальность, а им подсовывают другую? Ну, положим, ну, про полку думы это все-таки наши с вами, да, какие-то догадки странные. Я, кстати, в думе работал, к счастью, депутатом, помощником депутатов аппарата СПС, либеральной партии. И там, ну, представляю, кто-то там, ну, скажем так, дума, конечно, сильно изменилась, но в этом смысле, я думаю, не сильно изменилась. Ну, там не пол, конечно, думает. Ну, и понятное дело, что я утрирую, да. Ну, да, да, ну, это есть отдельные товарищи, значит, но они-то сшифруются, понимаете, Володин, что он скажет вам, я ЛГБТ-активист, то есть он камин-каут, никто не делает, они сшифруются. Володин себе, по-моему, даже семью какую-то придумал. Вот, то есть, то есть, обыватель, а именно, это же на кого рассчитано? Не на нас с вами, не на какую-то интеллигенцию, да, российскую, которая, естественно, совершенно спокойно, нормально и позитивно относится к ЛГБТ. Это рассчитано на самых, ну, давайте уж так честно говорить, тупорылых обывателей, да, на такой бытлоплеб, тупорылый бытлоплеб, гомофобный. Вот это тупорылые гомофобы, они, у них мозгов не хватает как-то немножко копнуть глубже, понимаете? Они вот знают, что, вот, значит, есть гей-клуб, и там вот эти собираются и, ой, шо творят, шо творят, ой, ужин, вот, понимаете? А тут пришли в гей-клуб и всех повязали, положили, вот здорово, Путин молодец, вот молодец-то, понимаете? То есть это на всём на тупорылых рассчитано, на умных это не действует, поэтому они особо не стараются, здесь как-то это, знаете, как Жванецкий говорил, тщительней надо, тщительней, вот им не надо тщительней, потому что тупорылые, они так всё схавают, просто из совковой лопаты.